Итак, друзья, сейчас мы поговорим о том, что самое важное для программиста это не потерять данные и восстановить систему в считанные секунды. Я буду рассказывать для Леры, молодчина, молодчина девушка такая серьезная, не получалось у нее Linux установить, но все-таки не сдавалась и поставила. То есть вот такой подход должен быть у программиста. Терпение и четко понять цель и все равно ее достичь. Итак, Лер, смотрите, первая задача, самое главное, это не потерять данные. Я сейчас перечислю перечень действий, которые надо будет сделать. Итак, первое, вам понадобится съемный диск. Достаточно где-то 1000 гигабайт купить. Можно купить обычный, можно купить CCD. CCD лучше тем, что мы можем четко уже отследить срок его службы, в отличие от обычного диска. Ну, в общем, какой купите, такой купите. Итак, для начала мы открываем командную строку и ставим программу SudoApp Install TimeShift. Она у меня стоит, поэтому я просто набрал, вот она у меня уже установлена. Потом просто, когда вы установили, вы в меню набираете в своем меню, которое у вас есть в вашей системе, TimeShift, вводите пароль и она запускается. Это очень мощная программа, которая является стандартной для создания копий системы для Linux Mint. У вас должно всегда быть минимум 5 копий системы, как вот я делаю. То есть, смотрите, перед любым, вот вы собрались что-то делать с системой, что-то доустанавливать. Сначала всегда не поленитесь, создайте, пусть это будет займет 10 минут, контрольную точку. И прямо напишите, допустим, перед там установкой такого-то, чтобы вы четко могли понять, что система у вас работоспособная. Значит, желательно на первом этапе делать даже перед обновлениями. Как правило, ну, как правило, вы создали точку, работаете несколько дней, видите, система ведет себя нормально, потом можете создавать контрольные точки. Значит, как настраивается эта программа? Мы выбираем R-Sync. R-Sync это вообще очень мощная программа, это вообще лучшая программа. Она сама по себе работает с командной строки. А вот эти ребята, они с Linux Mint, они сделали ее, просто встроили, да? То есть, нам ничего не надо вводить. Эта программа не потеряет ни одного байта. Это самое мощное средство для, значит, сохранения копий. Вы выбираете R-Sync, далее вы вставляете в данном случае диск, который вы купили. То есть, съемный диск на 1000 гигабайт. И выбираете его. Вот у меня, допустим, стоит вот такой вот диск, да? Я просто говорю, что я вижу, что это не системный диск, я по названию вижу. Там 1 терабайт. И выбираете его. То есть, на съемный носитель вы будете сохранять копии. Расписание отключить. Можно включать. Но, допустим, я отключаю. Почему? Я четко понимаю, что вот мне надо какая-то программа для установки. Установить ее. Тогда я делаю себе копию системы работоспособной. Поэтому я это отключаю. Вы уже смотрите сами. Пользователи. Здесь, на первом этапе, у вас будет в системе свой пользователь и root. Вы выставляете include all files. То есть, восстановление до последнего файла. Почему? Потому что здесь есть разные варианты. Для этого для опытных пользователей. Я, допустим, очень много делаю в домашней директории. Поэтому привык, чтобы восстанавливалось все. Именно поэтому, говорю, должен быть носитель хотя бы на 1000 гигабайт. Программа много не грузит. Она первый раз делает систему полностью, а потом будет только дописывать изменения. То есть, это называется инкрементные копии. Иными словами, хватит. Фильтры. Как правило, здесь вам ничего делать не надо. Но в данном случае у меня был диск, и я исключил. То есть, можно исключить, у меня был диск, где стояли виртуалки, да, отдельный. Просто у меня здесь несколько систем установлен на нескольких дисках. Я, допустим, если бы что-то начудотворил, то я на другую могу перейти. Но так получилось просто. Это не принципиально. В общем, не буду сейчас искать. А, ну давайте. Все-таки. Папку медиа открываем. И там. А, у меня здесь апатчер. Вот, вообще, другие, да. Вот тут у меня система стоит. А вот на этом томе у меня стоит винда, да. Старый тайм и шифт. Еще эти винда стоит в виртуалке. Ну, я не хотел никаких здесь изменений, поэтому я включил, чтобы здесь ничего не запоминало. Да это и долго будет. Мне аж система главная. И прочее, прочее, мы ничего не делаем. Здесь она по умолчанию устанавливает время. Все, поняли, да. После этого вы просто нажимаете создать и создаете первую копию. А потом от нее все остальные. Ну, дальше уже создаете. Значит, что мы делаем дальше. Вот вы создали копию, которая находится у вас на съемном носителе. Теперь смотрите. Например, например, у вас, если у вас система рабочая, то вы просто, и что-то пошло не так, ну, например, там медленно начал работать, ну, видеть какие-то глюки, то просто тупо берете и отгоняете, выбираете точку, нажимаете восстановить. Восстанавливаете на то положение. Представляем так, что у вас компьютер вообще завис. Иными словами, не запускается. Клавиатура. Ну, мало дела, что натворили. Почему? Потому что это все-таки, когда мы начинаем работать с линус, то то неправильно сделаем, то то неправильно сделаем. И компьютер не запускается. Ничего не надо переустанавливать. На самом деле, что нам понадобится? Нам понадобится первое. Скачать программу Balena Etcher. На электроне это программа для того, чтобы мы могли при помощи при помощи нее на съемный носитель, как флешка, установить сейчас скажу установить значит, что Live Образ. Что такое Live Образ? Live Образ это система, которая находится на флешке, она минимальна для того, чтобы просто запуститься с флешки. И тогда не важно, что система сломана, но эта система, которая запустится с флешки, будет отлично видеть все диски. Поэтому первым делом мы заходим в поиск, набираем Balena Etcher Electron и мы находим вот такую вот запомните сайт, да, ну, как добрать, да, и скачать Linux 64 и скачиваете. Здесь скачивается, когда мы скачиваем, у нас скачивается файл AppImage, то есть файл, который открывается на любой Linux системе без всяких там предварительных условий. Что нам надо делать? Возьмите его, разместите в любую директорию, ну, я, допустим, назвал Balena Etcher Electron, вот она, да, это программа. То есть в данном случае мы что делаем? Мы берем, нажимаем и открыть в терминале. Далее мы можем набрать ls, посмотреть, что эти файлы есть. Далее набираем команду suda точка и первую букву значится то, что у нас написано диска. Дальше нажимаем Tab, идет автодополнение. После этого нажимаем Enter, вводим пароль и открывается эта утилита. Эта утилита, она банально простая. До открытия вставьте пожалуйста флешку. Флешку на 8 гигабайт больше, чем достаточно. Значит, смотрите, что у нас будет получаться. Я сейчас вставлю флешку, будет видно или нет, но я запускать ее не буду. То есть в первом пункте Flash from файл я выбираю сам Live образ. Теперь нам надо найти сам Live образ. Мы просто вводим. Смотрите, у вас может быть система, допустим, Linux Mint или любая другая. Live образ можно выбрать любой другой Linux. Любой другой. Почему? Да, и еще так, стоп, стоп, нет, 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 нет. Я просто сейчас доскажу по диску. Лучше всего, лучше всего, лучше всего диск, который вы купите, вот этот вот, но на 1000 гигабайт. Вы еще скачаете программу Geparted. Тоже ее установите. Geparted. Это программа для работы с дисками. Перед тем, как сохранять на его копии, просто-напросто у вас будет ваш диск здесь выбран новый. Просто-напросто она будет отформатировать в X4. Эти диски читаются Linux. Что касается флешки, то там программа сама позаботится. Это я так досказал. Значит, в первом пункте мы должны выбрать что? В первом пункте мы должны выбрать этой программы Live образ. Для этого мы введем, допустим, я потом дам эту ссылку. Например, вот, находим Live образы установки. Именно Live, то есть не полная система. Ну и возьмем, если флешка у нас битарен, да, и в конце мы таем. И мы видим, вот здесь написано Debian Live, то есть это Live образ, который будет запускаться с флешки. Здесь можно скачать любой, кинамон, гномы, это уже окружение стола, KDE, LHZ, в общем, вы поняли, да, любой образ вы скачиваете. Там около двух гигабайт, по-моему. где-то вот у меня допустим ISO, да, я взял Gnome. После этого что мы делаем? Мы в первом выбираем вот этот файл, который мы скачали, Live, выбрали, второе, мы выбираем флешку, в данный момент я вставил флешку, у меня уже он записан здесь, ну хорошо, я ее отмечу, то есть отмечаю конкретно, здесь ничего не надо перепутать. У меня здесь выдало два съемных носителя, это мой декопии, но тут я вижу 1 терабайт, а вот здесь я вижу флешку, здесь 7,75 гигабайт, и набираю выбрать. Все, я сейчас не буду нажимать, после этого вы нажимаете флеш, и вот этот образ запишется на диск, на диск, на эту флешечку. теперь, после того, как оно запишется на флешечку, и допустим, у вас компьютер если не запускается, то есть два варианта запустить с флешки, проговорю, как правило, вариант 1, если мы не знаем горячих клавиш, как правило, есть горячие клавиши на любом ноутбуке или компьютере, если настроены в BIOS, это либо F11, либо F8, вы нажимаете, и можно тогда выбрать перед загрузкой вручную диск, иными словами, тыкнули кнопку компьютера, компьютер начал загружаться, непрерывно нажимаете, допустим, F11, F8, вообще это в BIOS можно посмотреть, если вы не знаете этих кнопок, то просто нажимаете DEL или F2, заходите в BIOS, и там загрузка системы находите диск, вы его увидите USB, да, и просто Enter на него тыкаете, и система запустится, то есть загрузится LiveObras, я просто как записываю видео, я его не загружаю, иными словами, у вас загрузится обычный DBA, обычный DBA, LiveObras не имеет всего программного обеспечения, то есть в DBA, если вы загрузили, надо будет сделать что? Надо будет ввести команду sudo su, там пароля нет, и как вот ведете sudo su, то есть чтобы идти от пользователя, это я говорю, сейчас понимаете о чем, я говорю о том, что у вас, допустим, система сломалась, вы запустили с LiveObras, и сейчас наша задача что сделать? Установить будет в LiveObras TimeShift, чтобы TimeShift нашла наш съемный диск для восстановления, поняли, да, вот это смысл, зачем нам LiveObras, у нас система сломана, но до этого мы с вами, пока она работала, сделали LiveObras, который записали на флешку, то, что я показывал ранее, теперь, LiveObras, они не имеют всего программного обеспечения, да, то есть основные, но для того, чтобы установить на LiveObras именно DBA, нам надо ввести команду suda.su, у меня запросила пароль, в LiveObras пароль не запросит, оно сразу перейдет на такую вот запись, то есть, что вы от root работаете, тогда суда вам не надо набирать, а в этой же Live-системе вы тогда будете как делать apt без суда уже, почему, потому что нам суда не надо, так как мы уже работаем у трута, да, apt install time and shift и устанавливаете программу, объясняю, что после того, как вы выключите систему LiveObras, да, вот эта программа, она не сохранится, она, когда вы уходите, установили, попользовались, LiveObras, все это удаляет временное, но вы устанавливаете apt install time and shift и на LiveObras вы таким же образом потом находите эту программу, только она, там пароль не надо будет вводить и запускаете и сразу же в этот момент эта Live-система, она найдет ваш съемный носитель, где были копии и выведет это меню, после чего вы просто тупо выбираете точку восстановления и нажимаете восстановить и у вас через две минуты компьютер, который вроде бы перестал загружаться по каким-то причинам, что мы там натворили, он опять восстановлен система. Теперь давайте объединяем все в единое целое. Итак, поняли. Первая вещь, которая нам нужна, нам надо установить программу, которую мы вначале говорили, time and shift. Мы устанавливаем на рабочую систему, только начали пользоваться, устанавливаем первым делом time and shift и покупаем съемный или берем, если есть съемный диск, на терабайт пойдет и выбираем его для создания копии системы. Это шаг один. Когда мы создали копию системы на съемном носителе, теперь наша система уже безопасна. Если наша система просто по каким-то причинам мы что-то натворили перестала работать, то мы прямо не то, что не перестала, не перестала работать, а работает допустим с какими-то глюками. Мы видим, что-то мы не то наделали. Значит, мы просто на этой системе открываем time and shift и восстанавливаем. Но если система перестала загружаться по каким-то причинам, но что-то сломали, перестала работать клавиатура и все прочее, то на этот случай заранее, в тот момент, когда мы установили time and shift, мы с вами покупаем флешечку на 8 гигабайт, заранее скачиваем live образ DBA, не важно, еще раз повторяю, какая у вас стоит система, mint там или какая-то другая, главное, чтобы это был Linux. и мы скачиваем live образ, то есть это система, мини-система DBA, которая будет запускаться с флешки, с флешки она запустится, она ни в коем случае не зависит от вашей основной системы, просто если BIOS на компьютере работает, то флешку он запустит, вот и все. Для чего мы для этого мы с вами ранее рассматривали, чтобы создать, записать этот live образ на флешку, нам будет необходимо скачать утилиту вот с этого сайта, и мы с вами ранее рассматривали, как пользоваться данной программой, то есть используем эту программу, и записываем наш live образ на нашу флешечку. Теперь мы четко понимаем, что у нас есть на столе лежит чушто live образ системы, чтобы если компьютер не запускается, мы могли восстановить, и у нас есть диск с копией нашей системы time shift. и теперь если у нас система перестала запускаться, мы вставляем флешку, сначала выключаем компьютер, вставляем флешку, запускаем компьютер. Заранее, конечно, лучше побеспокоиться, прочитать инструкции к своему компьютеру ноутбуку, потому что каждый компьютер имеет горячие клавиши для выбора загрузки системы, то есть как правило это либо F8 либо F11 иными словами при включении компьютера мы нажимаем F11 или F8 и перед тем как загрузиться компьютер показывает менюшку где мы можем выбрать допустим там будет показан наш диск системы которая сейчас не грузится и наша флешечка мы выбираем ее и запускаем компьютер с флешки если же не получается мы просто упустили этот момент и не знаем какие у нас горячие клавиши значит тупо нажимаем F2 либо DEL входим в BIOS идем в загрузки системы это можно все посмотреть еще на ютюбе загрузки системы и выбираем нашу флешечку и запускаем таким образом да с BIOS после того как мы запустили Live образ Live образ не имеет скорее всего программы Time и Shift мы ее должны установить еще раз еще раз напоминаю что наше дело если мы скачивали именно Debian то набрать команду sudo su то есть чтобы работать от рута Live образ не запрашивает пароля он там не предусмотрен в данном случае у меня на системе он запрашивает но мы без пароля на Live системе получим от рут без sudo мы устанавливаем программу Time и Shift просто App Install Time и Shift и ставим ее далее через меню мы ее находим и как только мы ее открыли на Live системе то как и на основной системе она моментально найдет наши копии что у нас есть диск съемный который подключен к компьютеру и есть система мы просто выбираем любую нужную нам точку нажимаем восстановить все восстанавливаются все разделы и ваша система в работоспособном состоянии через минуту об этом надо позаботиться обо всем сразу все пока